всем здорова приехал на речку половить рыбу сегодня 30 августа буду ловить сегодня все что попадется плотва карась может быть окушок и ловить буду сегодня именно на улитку одна из моих любимых наживы конце лета и осенью здесь вот в краснодарском крае вот так вот все выглядит улитки эти сидят на траве начале лета их нет здесь как правило в конце лета их полно и это такая наживка которую любит вообще вся рыба практически нам буквально вся которая может плевать по крайней мере в местных водоемах рыбы которая на улитку не будет клевать практически нет вот нас собирал улиток мне этого хватит на всю рыбалку пару минут времени буквально нужно чтобы столько улиток насобирать и продемонстрирую вам что на них будет и как клевать вот мои вещи валяются первым делом как только пришел на водоем сразу же достаю пакет пакет с прикормкой и прикармливаю я уже естественно прикормил всегда так делаю сначала прикормил потом разбираюсь то есть прикормка уже начинает работать пока все достанешь рыба уже здесь он опять лебедь далеке очень жарко плюс 35 днем 30 августа но в начале сентября будет то же самое сейчас буду усаживаться ловить пока разбираюсь бросил пару раз но сразу же начались поклевки слабенькие судя по поклевкам здесь стоит уже мелкая плотвичка здесь вот мелкую плотву ловить приходится точно так же как и более крупную совершенно одинаково себя она ведет тут уж как повезет один год бывает нормальная плотва другой год мелкой ничего не поделаешь потому что глубина одинаковая все одно и то же какая подходит такая подходит прикормка сегодня постарался сделать такую менее пахнущую менее пылящую молотое зерно но такое оно должно вроде упасть на дно немножко туда что-то добавил они свои прикормки чуть-чуть хлеба ну и все даже макуху не добавлял и вот сразу же было несколько поклевочек а потом клев затих и это может означать что либо вот такой вот токуни рыбу распугал либо карась сейчас подойдет но я надеюсь все таки карась подойдет никуда он не денется и я его сейчас поймаю ну и вот она вот такая вот красавица но это еще нормальная бывает вообще мелкие а улитку сожрала вот такая вот злодейка не дала крючку опуститься вот а это карась четвертая рыба получается не какая-то и вся разная ну вот и улитка по местным меркам отличный карась ну еще чуть чуть крупнее бывают особи такие грамм на 300 больше здесь вообще не попадается ну чтоб вы понимали это вообще вся рыба которая есть в этом водоеме в принципе ну разве что еще есть сазан но его здесь не поймаешь вообще он совсем уже практически здесь исчез у меня крючок был на основной леске 0 2 но поскольку сильно крупной рыбы сегодня не намечается плюс мне не избежать множество поклевок всякой мелочи решил я поставить поводок 014 и такой подлиннее и крючок поменьше ну вот подошла все равно уклейка уже не первое попадается вот еще одно поставил поводок 014 ничего не клюет вот такой вот подошел карасик это уже третий такой вот мелкий еще и уклейки тоже уже штуки 4 я поймал сейчас надеюсь вечером все-таки что-нибудь нормальное начнет клевать потому что прям совсем мелкая рыба активизировалась он она опять сразу схватила и это красноперка забыл я ее упомянуть когда перечислял всю рыбу которая есть водоеме теперь точно всю поймал но пока что кроме сазана сходу хватает уклейка клюнул только что карась и сорвался почти сразу крючок и обратно поменял вот такой вот маленький крючок сайка я поставил учет с него срывается все даже уклейка не знает по моему же 2 упаковка именно вот от этой марки у меня в плане поплавочной рыбалки и каждый раз что-то его как ставлю так обратно снимаю разочаровываюсь в общем и поставил вот свои любимые крючки кайру четверка они вообще самые у меня рабочие с них крайне редко что-то срывается в общем очень мне нравится и стоит полтинник есть и вот он карасик вот такой вот какие-то худые они вот еще один карасик но небольшой за водоросли зацепился этот уже чуть чуть побольше еще один сразу почти этого можно поймать чтобы не свалился прям по нарастающие они идут чуть больше чуть больше так скоро совсем крупный станет прикормку подбрасываю периодически но последний раз наверное минут 20-30 назад бросал прикормку часто здесь такое именно в плане карася что он не сразу же после прикормления начинает клевать а чуть позже а вот плотва прям бывает очень оперативно реагирует на прикормку буквально через несколько секунд может начать клевать после прикормления есть еще один но этот опять какой-то небольшой такой приемлемый вот уже несколько кусочков улитки тут у меня насажено болтаются они но сейчас поправлю и опять буду на него ловить вообще сходу схватил на следующем же забросе есть еще один это нормальный какой-то он вялый есть закрутился вокруг лески есть еще один на каждом забросе улитку сожрали вот значит такая вот улитка вот так ты ломаете и вот что осталось просто раз на крючок остальное все скидываете панцирь немножко сплющиваете и вот так вот одеваете типа как шашлык на крючок вот такая вот штука и эта штука нравится практически всей рыбе попробуйте если не пробовали обязательно вот опять мелкий карась вообще даже он не клевал практически ладно немножко мелкой рыбы я уже взял бабушка кошкам приготовит вот смотрите какие красавцы это детишки из двух сторон наверно мамой и папой охраняются красота частенько здесь бывает лебеди живут раз несколько лет по крайней мере я их точно вижу вот еще один карась клев стал чуть пореже поэтому я все же брошу вот столько вот прикормки вот еще один небольшой карасик вот такая вот уклейка клюнула со дна на улитку есть еще один карасик вот такой вот красавчик но это наверно пока что самый крупный за сегодня хорошо проглотил улитку вот такой вот злодей опять короче надоел мне этот поводок он там немного запутался я его оторвал вот просто на основную леску привязал крючок сейчас посмотрим будет ли разница поводок был 0.14 основная леска 0.2 потому что многие считают что так ловить неправильно на 0.2 леску и надо очень тонкие поводки ставить и вот ребята на первом же забросе сразу крупный карась ну такой был может быть чуть чуть покрупнее или такой же смотрите как сразу же заглотил улитку но это наверное ответ мне на мой вопрос стоит ли ставить на карася тонкие поводки быстрая поклевка секунд 15 наверное подождала вот такой вот хороший карасик клюнул но надо оговориться конечно что здесь это условие зависит здесь вода ведь зеленая мутная и глубина такая достаточно ощутимая полтора-два метра вот опять сразу же еще одна поклевка что-то мне если честно показалось что вот этот вот тонкий поводок он только приносит больше в улов мелкой уклейки мелкого карасика ну хотя может быть это совершенно не связано сложно сказать второй карасик на втором же забросе вот после того как поводок оторвал так что хуже не стало вот и третий подряд опять та же самая ерунда кстати в плане прикормки я прикормил через 20-30 минут начинает клевать ну как бы не сказать что клев вообще прекращается после закармливания но именно такой более интенсивный и постоянный клев как раз через какой-то промежуток времени начинается есть еще один карасик я тут отвлекся снимал лебедей а он у меня сожрал улитку и поплыл куда-то с ней в сторону еще один карасик комары уже что-то начали жрать ветер затих и для комаров это самое прям то что надо еще один карась на следующем забросе ох мимо садка бросил вот это да зажрался уже ну теперь вот такой вот попался да зря конечно мимо садка бросил карася вдруг сейчас они испугаются и уплывут отсюда да и клев такой но он есть достаточно такой стабильный но можно бы и подкормить пожалуй рекорд еще достаточно много сейчас как раз вечерний клев давай побольше брошу пускай уже будет ну и вот короче прикормил клевать перестала ждал ждал и в итоге опять мелкая плотвичка так что много прикормки вообще это брать явно смысла нет надо брать наверно немного и по чуть-чуть подбрасывать тогда будет поменьше мелочи и побольше карася сейчас опять на минут 20 надо ждать чтоб карась начал клевать вот такая вот рыба вторая красноперка за сегодня тут все на прикормку подошло есть карасяк ну вот для сегодняшнего дня хороший размер как видите на улитку отлично клюет пишите в комментариях ловили ли вы когда-нибудь на улитку или какие-то подобные наживки которые можно найти около водоема или что-нибудь такое в общем интересно не обязательно даже то что вы находите около реки может быть из дома что-то приносите но просто то что вы считаете интересной редкой насадкой такая вот резкая поклевка и ничего нет вот он улетел назад только вспомнил про него про мелкого карася он тут как тут но он и клевал да вот эти вот поклевки которые пустые как раз есть мелкий карасик либо мелкая плотвичка но плотвичка даже она более реза хватает наживку даже если она мелкая а вот именно мелкий карась может вот эти вот непонятные поклевки опа вот прям зверь окунь а вон видите еще один лебедь он один совсем один я здесь еще вчера его видел это вот семья которая здесь была она как-то мимо него проплыла он там в углу забился с ними дружить не стал и с собой не его не забрали так он здесь и плавает никуда не уплывает а те куда совсем далеко уплыли погода затихла ветра вообще нет вода гладкая сейчас уже скоро закат на улице наверно градусов 30 есть еще один карасик вот такой вот он заглотил опять улитку ну а улитка это едва ли не моя самая любимая наживка но одна из самых любимых это уж точно по крайней мере естественно в тех местах где она есть около водоема ловит она всегда поверьте и практически всю рыбу которая есть карась плотва красноперка сазан что угодно на нее клюет даже по окуня она может работать лучше чем червь и опарыш так что попробуйте если не пробовали ну по карасю вообще это отличная наживка и вообще если желание напишите в комментариях ваши любимые две-три насадки именно по карасю на что вы любите ловить карася но на данные снасти там выбор наверное поменьше а вот на поплавочную удочку можно цеплять много чего напишите будет интересно посмотреть на что вы ловите вот еще один небольшой карасик что-то как погода затихла так и клев тоже затих редко сейчас клюет лебедь все плавает там вот справа тоже рыболов сидит вон его поплавки гусиное перо вроде я если честно видел только одну рыбу чтоб он тащил о у меня поплавок лежит ничего нет пропустил поклевку видимо по чуть-чуть поклевывать сейчас начинает сейчас может быть еще несколько рыб поймаю солнце уже почти спряталась темноте сидеть сегодня не буду вот позавчера сюда приехал немного в темноте посидел но я буквально потому что пришел уже к вечеру часа полтора половил удалось поймать карасей плотвичек мелких смотрите видео есть если не смотрели вот и сегодня с плотвичкой как-то попроще меньше ее но и прикормка немного другую сделал не знаю от этого зависит или нет зато мелкий карась подошел с удовольствием есть еще один карасик вон два подряд но карась сегодня небольшой были такие случаи помню вот два года назад вроде тоже такую же жару точно а потом да тут у меня косить начали рядом поэтому наверное видео сейчас буду заканчивать так вот потом где-то в сентябре становится чуть прохладнее чуть пройдет дождик и подходит как раз крупный карась и ловится только крупный исключительно 200 300 грамм здесь какая-то такая вот миграция рыбы непонятно либо мелкий подходит либо крупный либо всякий сразу клюет по-разному бывает совершенно каждый год все по-разному я думаю что немного позже здесь начнет ловиться крупный карась но сейчас я сейчас приехал поэтому что ловится то ловится думаю что результат неплохой и если вы даже досмотрели видео до этого момента то конечно же поставьте лайк и подпишитесь на канал у меня на канале уже есть куча подобных видео с поплавочной удочкой также и с фидером и со спиннингом и много всего прочего ну и конечно же будут выходить новые видео поэтому подписывайтесь обязательно оставляйте комментарии смотрите другие видео ну вот они вот эти вот карасики много к сегодня конечно поклевки есть и какие-то слабенькие какие-то невнятные и конечно это вот это вот зверь клюет ну вот вот такой вот получился улов нормальный караси садок наверное у меня дырявый опять что-то вот мелкой рыбы вроде я побольше бросал ну да ладно неважно рыбы хватит ловил я особо недолго наверное часа три вот и за такое время в такую жарюку вполне себе хороший результат сейчас вот что-то уже поклевок нет хотя в прошлый раз в это время как раз клевала хорошо сейчас наверно еще несколько раз брошу и буду собираться на этом видео будем заканчивать пожалуй пока еще не совсем стемнело да и вот он наверно последний герой этого видео поставьте ему лайк буду благодарен за вашу подписку на канал хороших вам улов всего доброго до новых встреч